В чем предназначение науки? Друзья мои, есть три вида познания всего. Это духовное, душевное и, соответственно, естественное, или, как мы говорим, телесное. Наука, ну, чаще всего имеется в виду естественная наука, она познает естественный мир. Как пишет апостол, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечное силовое божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть, когда мы рассматриваем творение Божие, мы, в принципе, можем его познавать. И поэтому, когда ученые внимательно изучают, там, биологи, там, или химики, или физики изучают наш мир, то мы этому очень рады, и их открытие для нас очень ценное. Раньше это вообще называлось естественным богословием. Но только не нужно ограничивать познание мира только естественным. Поэтому, когда речь заходит о естественных вопросах, мы обращаемся к естественной науке. Когда речь заходит о душе человека, тут уже естественная наука помочь не может. Здесь уже вопросы пасторского окормления, там где-то можно к психотерапии обратиться и так далее. А есть духовная жизнь. Это уже только к Богу, только к благодати Божией. Так что помните, друзья мои, что наука, она занимает свое место. Место достойное в нашем мире. Но наука не является всемогущей. И она не может ответить, и, собственно, и не отвечает на вопросы, связанные с душой человека и с духовной жизнью. Поэтому, когда мы, предположим, ученым говорим, вот, значит, у нас есть Бог, мы вам сейчас это докажем, это бессмысленно. Ученый, биолог, в принципе, когда занимается своей именно биологией, то он не должен даже, в принципе, стоять перед собой этого вопроса. Это вопросы чисто естественные. А вот когда речь заходит о духовной жизни, там, собственно, да, мы говорим про Бога, и там нет места биологии. Конечно, есть связи. И, безусловно, верующий биолог учитывает Бога в своих размышлениях, в своих теориях и так далее. Но в данном случае я говорю просто про это четкое разделение. Задача науки – познавать естественный мир. Но стоит заметить, что, несмотря на то, что так принято, что у нас науки только естественные, есть науки и гуманитарные. И задача гуманитарных наук – делать человека, ну, так скажем, нравственно обогащенным. Человек, который изучает историю, человек, который изучает литературу и тому подобное, конечно, его кругозор становится шире. Когда мы изучаем опыт общечеловеческий, мы становимся опытными, и, конечно, это хорошо. Но, опять же, даже здесь мы должны знать эту меру. И человек, который занимается гуманитарными науками, не должен влезать в духовные вопросы. Как говорил замечательный батюшка отец Кирилл Павлов, каждый должен заниматься своим делом. Продолжение следует...